Сегодня прошло очередное 47 заседание Саратовской облдумы. Одной из самых обсуждаемых тем стал законопроект фракции «Справедливая Россия» об освобождении от налогов дачников, владеющих земельными участками до 8 соток. С предложением поддержать такую инициативу выступили депутаты Сергея Фанасьев и Зинаида Самсонова. Мы должны тоже с вами понимать о том, что наши граждане уже не в состоянии платить такие налоги за землю. И сегодня в связи с кризисом должны быть определенные исключения для наших граждан. Они на этих землях, на этих 8 соток, а у нас, вы знаете, здесь в пределах Саратовской области, да и также при районах, районных, малых городах, от 5 до 12 соток. В основном это 5, 5, 6 соток. Люди на них сегодня выращивают для себя, чтобы прокормить свою семью. И мы должны им пойти навстречу для того, чтобы они были сыты в первую очередь. Несмотря на весомый аргумент Самсоновой, депутат Семенец выступил против этого проекта. По его мнению, принятие такого закона поспособствует выпадению части доходов, полученных в виде земельного налога из местного бюджета. Кроме того, как утверждает Семенец, законопроект составлен некорректно. Не представляется возможным определить, каким образом будет устанавливаться факт неиспользования земельного участка при осуществлении предпринимательской деятельности. Вот написали в законе не осуществляющих предпринимательскую деятельность. А кто будет определять, кто пучок лука продал, там яблоки и так далее и тому подобное. Зачем было писать? На законопроект имеется отрицательное заключение правительства Российской Федерации. Мы очень подробно этот законопроект обсуждали, на комитете широко и приняли решение 11 проголосовать за неподдержку, один против. Обсуждение очередного налогового законопроекта снова поставило вопрос о распределении денежных средств, получаемых от налогов. Как отметила Самсонва, несмотря на все новые налоги, буквально отбирающие у саратовцев последние деньги, бюджет региона не увеличивается. Ведь все денежные средства, получаемые от местных акцизов, уходят в Федерации, оставляя области и городу копейки. Вот и получается ни себе, ни людям.